Привет, друзья! Вот я как раз таки Борю, моего друга, который в прошлый раз мы с ним вместе показывали, как он делает формулу ФА, по формуле ФА подбирает приемы по саморегуляции, быстро, так, обалденно. Ну мы это потом еще раз где-то ролик поставим, когда будем в следующей ликбе сделать или вебинар, потому что формула ФА – это изумительная штучка, сразу снимает стресс с выходом на творческое состояние. А здесь вот Боря пришел, я очень обрадовался, и мы с ним стали говорить о том, что же такое истина, потому что есть, как говорится, абсолютная истина, это вечные общечаевские ценности, да, а есть истина относительная. Ну что же это такое? И вот я недавно вот совершенно по скайпу разговаривал с человеком, который, применяя научные слова, типа квант, там еще какие-то слова, он говорил о сфере Вернадского, он говорил о том, что есть какой-то некий эфир, эфир какой-то есть, который еще якобы доказал Менделеев, потом якобы убрали с таблицы Менделеева. Я это все, Бореньки, рассказываю о том, что как же понять, я считаю, я считаю, что никакой телепатии нету. Информационное поле еще это, допустим? Да, он говорил об информационном поле, и что, в принципе, если собрать, допустим, 10 тысяч человек в одном месте, и они все будут думать о том, чтобы убрать весь мусор с планеты, или ядерные отходы с планеты убрать, или думать о том, что человечество станет более разумным, более человечным. Я вот это слушал и удивлялся. Думаю, вот сколько молодых людей думают сейчас о том, что на самом деле можно телепатировать, передвигать предметы на расстояние силы мысли. И потом они, читая вот такие интересные вещи, там это в основном в эзотерике или еще где-то, убеждая других о том, что не все же наука еще познана, вот мы как раз и говорили с Борей, что же такое истина. Вот сейчас я попрошу Борю сказать пару слов, а пока я скажу, что мы с тем молодым человеком обсуждали этот вопрос, он говорит, ну не все же науке еще известно, а кстати, он сказал, разве вы не читали о том, что Вернадский говорил о том, что есть вот эта ноосфера, разве вы не читали о том, что квант, это же частица света, это же порция энергии, она же одновременно и волна. Я говорю, ну при чем тут это, Вернадский совсем о другом говорил, он говорил, что ноосфера это цивилизация, все идеи, все библиотеки, обмены мнения, в конечном счете это получается такая вот ноосфера, а не в том плане, что субстанция какая-то, к которой ты подключаешься, как шланг, и оттуда черпаешь информацию. Ну вот такой вопрос интересный на самом деле, потому что если представлять себе, что 10 тысяч человек собрать, и все они одновременно будут думать, чтобы человечество сделало новый рывок, но они и собираются, я говорю, есть не только 10 тысяч, а миллионы людей, которые хотят, чтобы улучшилась жизнь на планете, но все-таки она не за счет того, что они собрались, и в этот момент импульс послали, потому что ведь известно, что и в религиях так вот в один час, в один день все как бы молятся, естественно, обращаясь и к Богу, и к Аллаху, и еще куда-то обращаясь к этой бесконечности, бесстелесности, безовременности, в один день и в один час. Ну это же и получается вот это типа, ну как бы вот когда единым импульсом всех посылают. Помолились о дождей, дождь пошел. Ну да. Бывает же такое? Ну бывает, конечно, Боря. А бывает, что не пошел, а потом говорят, ну наверное, блюдо подул. Плохо молились. Плохо молились, да, вот и видно. Так вот вопрос в чем заключается. Боря, как ты думаешь, если человек высказывает какую-то истину, кто прав? Ну, допустим... Я или он? Я или он, да. Допустим, здравый смысл же должен быть у людей. То есть критика и ориентированность. Если мы понимаем, если человек с вами разговаривает, и ты его спрашиваешь, как тебя зовут, он говорит, я Наполеон, и приводят наказательства какие-то, что он точно Наполеон, и бред какой-то несет, допустим. Мы же понимаем, что это больной человек, что у него критики не хватает. И если его еще спросишь, что какое сейчас время, какой год, он скажет 1675, допустим. Мы же понимаем, что он не критичен, не ориентирован на то, что он больной, правильно? Да. А как определить бред, когда что-то кто-то говорит? Да, вот это вот хороший вопрос. Я все-таки постараюсь быть в данном случае адвокатом дьявола. Давай. Потому что вы привели примеры, но более-менее очевидные, когда, ну понятно, что странно, что если 10 тысяч человек вместе соберутся, то значит все ядерные бомбы сразу там прокладутся. Понятно, что это достаточно такой пример, ну, бросающийся в глаза и очевидный. А скажем, ну я не знаю, вот возьмем, допустим, во времена Джордано Бруно, Галилео, Галилея. Да, так. Они утверждали, что значит не Солнце вокруг Земли крутится, а Земля крутится вокруг Солнца. И вот люди того времени смотрели на них, как на сумасшедших, и говорили, вы несете бред. Ну правильно, поэтому они уже сожгли на костре, да, по-моему? Да, их сожгли на костре. И с точки зрения тех людей, они же тоже несли полный бред. Правда. Это потом определилось через много лет. Да, выяснилось, что оказывается они уже не такие сумасшедшие были, и не такой же бред и несли. То есть Джордано Бруно был прав, а их было большинство, и столкнулось мнение одиночки, который был впереди времени, с шаблоном мышления. Да, и я еще добавлю, в чем я согласен с этим человеком, про которого вы рассказывали, что наука, да, знает что-то, но наука знает не все. И в этом есть проблема. То есть, когда мы делаем какое-то утверждение, на которое наука еще не ответила, мы же не можем сказать, что этого однозначно быть не может. Я с этим совершенно согласен. Во-первых, я хочу сказать две вещи. Почему человек вынужден верить хоть во что-то? Например, когда он верит в свое представление, что если собрать 10 тысяч людей и телепатировать, или там для всех остальных, и можно сжечь там мусор на планете, или задружить всех людей, то он в это верит, потому что человек должен во что-то верить. Это дает ему какую-то точку опоры, по крайней мере, думая, что он, наконец, их соберет. Ну, это у него какой-то мотивирующий стимул для жизни, для работы и для коммуникации с другими. Некоторые люди могут на этом и авторитет получать, и зарабатывать, и прочее, ищет себе сообщников, доказывая это. Но вопрос тут вот в чем. Дело в том, что он же говорил о том, что наукой доказано. Жорданно Бруно же не говорил, что это наукой доказано. Как он мог это говорить? Ну, он же делал какие-то там свои теоретические выкладки, неважно, называл он это наукой в то время или нет. У него была какая-то тоже теоретическая база. Ну, да, это мое мнение, я убежал. Ну, у него явно были определенные доказательства. Да, но он говорил, и все равно она вертится, да? Это Галилея Павловна. Это Галилея Павловна. Если я тоже не Путин, по-моему, Галилея Павловна говорит. Ну, неважно, но главное в том, что есть люди, которые живут в споре со временем. В споре со временем. Ну, кому верить, кому не верить. Мне кажется, здравый смысл все-таки сегодня должен у людей присутствовать, потому что здравый смысл… Ну, например, если взять двух людей, которые между собой дискутируют. Один говорит, я верю, что Земля квадратная, а другой говорит, я не верю, что Земля квадратная. Ну, во-первых, если все верят, что Земля квадратная, то примут, конечно, мнение шаблона, да, вот этого общего. Поэтому Ленин говорил, идея становится силой, овладевая массами, да? Вот если все верят в это, что Земля квадратная, стало быть, этот неправ, который говорит, что она круглая. Вот с другой стороны. То есть Джордано Баруно был неправ. Ведь тогда все верили… Да, с той точки зрения он был неправ. В то время, в контексте времени. У меня есть афоризм. Но истинно… Я говорю, истинно в контексте. То есть надо посмотреть, что было за время, что он говорил, и почему его там сожгли на костре. А потом годы прошли, и выяснилось, что Земля действительно круглая, и вертится, и так далее, да? А вот два человека сошлись, допустим, в интернете. И между собой дискутируют. Один говорит, это называется при прочих равных условиях, когда, значит, они дискутируют, есть жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе. Имеется в виду разумная жизнь, да? Один из них, за его плечами ничего не стоит, проверенного, сделанного. А у другого стоит. Допустим, он дерево посадил, дом построил. Это очевидно, что этот человек, пользуясь своим мироощущением, мировоззрением, что-то уже создал, а этот еще не успел. Конечно, предпочтение будет отдаваться тому, за плечами которого уже что-то сделанное стоит. Потому что если бы он бред какой-то использовал, он бы на основе бреда дом бы не создал и дерево не посадил. То есть в этом смысле здравый смысл, и наука помогает нам и прогнозировать, и создавать что-то, а не просто верить. Так вот здесь вот, как нам поступить, при прочих равных условиях отдадим предпочтение тому, за плечами которого что-то сделано, проверено, полезное стоит. Правильно? Ну, я бы только добавил, что все-таки в этой области, которую мы обсуждаем, да, потому что он может посадить прекрасное дерево и ничего не понимать про жизнь на Марсе. А, это правильно, но тогда он не должен говорить, что это доказано. Да. Он должен сказать, это не доказано, но я так думаю. А когда люди берут, приводят какие-то данные, говорят, это уже доказано, и при этом приводят туда великих ученых, как это вообще возможно? Это уже какая-то манипуляция, потому что великие ученые так не говорили, когда их уминового времена упоминают, приватизируют и присваивают каким-то бредовым идеям, то человек, который вообще не посвящен, не посвященный человек, особенно молодые люди, они ищущие, они хотят найти что-то новое, такую какую-то силу власти над чем-то, над природой, там или там в отношениях лишних, там гипнозом занимаются, телепатией. Ну, это поисковая вещь, у меня есть афоризм, только почемучки становятся великими, я очень уважаю любознательных людей. Но когда говорят, я это точно знаю, это доказано, приводя только фамилии ученых, это еще не доказательство, потому что, может быть, ученые там совсем о другом писали. Конечно, и я думаю, что здесь вот должна быть такое, такое слово критичность, критичность восприятия информации, то есть, наверное, особенно в нашем мире, когда есть доступ к разным-разным источникам, то я, как сторонний наблюдатель некоего спора, чтобы сделать для себя какие-то выводы, должен обратиться к разным источникам. И тогда уже… Сравнить, сопоставить. Да, это же основа умышления, это основа разума, сопоставления, потому что, если мы будем слышать только один источник, а мы в нем будем и находиться, как человек, когда находится в одной задаче, внутри нее он решить ее не может, он должен выйти и посмотреть со стороны. То есть, много источников информации анализировать, и только потом иметь какое-то мнение. Да, конечно, конечно. Но для меня все-таки вопрос, что бред, а что не бред, он очень-очень открытый. И опять же, вот пример, который мы привели, когда сначала эта идея о том, что Земля крутится вокруг Солнца, была бредом, а потом оказалась истиной. То есть, это… Через много лет сейчас хочу сказать, что сейчас время ускоряется. Именно вот это то, что ты сейчас сказала, что слушать много разных мнений для здравого смысла – это питание. Отключение разных противоположных мнений обесточивает разум. Это очень правильно. Сейчас время ускоряется. Если раньше, когда Коперник и Джордана Бронов были, там десятилетия проходили, пока истинно определится, тысячелетия. А сейчас это может быть в сотни раз быстрее делаться, и поэтому можно, пользуясь интернетом, быстрее определять, у кого бред, у кого не бред. А с другой стороны, пресловутый коронавирус. Да. Вот миллион информации и непонятно ничего. Все-таки уже постепенно начинает обрисовываться, потому что люди интенсивно обмениваются. И вот здесь как раз-таки очень важно, чтобы люди сохранили интернет. Вот если, друзья, коллеги, пожалуйста, делайте все для того, чтобы возможность общения у людей сохранилась. Потому что если выключится интернет, или если какие-то площадки начнут забивать другие площадки, надо, чтобы все-таки обмен мнений сохранялся, и дискуссии, чтобы сохранялись. А для того, чтобы дискуссии сохранялись и у нас в обществе, надо все-таки науку человечности развивать. Вот мне недавно совершенно девушка написала, а вы говорите, дайте такое определение, например, для христианства, что христианство – это есть свобода, облаченная в добродетель. Такое определение? Такое определение, да. Для науки человечности. Мы же там тоже обсуждаем, что и в религиях есть это, и о добро, и о отзывчивости, и о любви к ближнему. Вот, например, я варец, ты еврей, и вот у меня в исламе по принадлежности, да. Я-то не буду сейчас говорить, какой религии я принадлежу, просто по принадлежности и исламу, а у нас там, может быть, люди, почему они спорят с христианами, с христианами, почему с иудаизмом, почему религии поссорились, хотя говорят, Бог един, да. Это значит что-то общечеловеческое, единое, у всех людей, независимо от того, кому они принадлежат, какой они культуры, географии, мы все одинаковые. Поэтому мы с тобой друзья, вот, к примеру. Ну и все люди, и человеки. И вот там уже, если мы развиваем науку человечности, вот какие параметры, я уже там писал, любовь, человеколюбие, способность сопереживания, милосердие. Вот если еще будете там писать эти параметры, какие у кого какие представления, то мы как раз все и задруживаемся на основе общечеловеческих ценностей. Вот побольше параметров этих общечеловеческих ценностей, пожалуйста, пишите. Уже самим созиданием науки человечности мы как раз таки актуализируем эту тему, делаем ее модной, более актуальной, востребованной, делаем трендом. И этим самым как раз таки развиваем человечности, чтобы не было такого, если ты умный, где твои деньги? Это же разделяет, расчеловечивает людей. А как же, что мало умных людей? Есть люди умнейшие, есть люди отличные просто. Но сегодня в сложных ситуациях расслоения общества, когда им говорят... Я, кстати, по-другому эту фразу воспринимаю. Как раз возвращаясь к нашему разговору, я ее не буквально воспринимаю, если ты умный, где твои деньги. А как раз, если ты такой умный, то где доказательства, где опыт? То, о чем мы говорили, что если один человек продвигает какую-то теорию, то какие-то должны быть результаты практические этой теории. Я так это воспринимаю. Тогда при чем тут деньги? Ну, деньги-то для меня как простого образа. Ну, понятно. Окей, я по-другому просто. Я как раз воспринимаю, что... Я вообще тоже абсолютно уверен, и никто не будет спорить, что деньги людям нужны. Это же язык внешней свободы. Без денег ты хлеб не купишь. Поэтому я там где-то говорил, что... Христос говорил, не хлебом единым жив человек. Имея в виду, что надо думать и о духовных качествах. Я бы сказал, и не духом единым жив человек. То есть это должно быть согласовано. Потому что человек же двойственное духовно-физическое существо. У него же кроме тела есть еще и психика, как уровень высокоорганизованной материи, которая имеет новые качества, способность мыслить, прогнозировать, строить планы, создавать идеалы. Ну, это свободы-то. Две материальные и духовные свободы, внутренние. Вот поэтому в этом отношении, чтобы согласовать духовные и материальные ценности, которые, в принципе, и создали в пандемии вот эта война между, ну, образно говоря, идеалами и необходимостью денег. Но это же по существу вот же, что произошло. Потому что люди, ориентированные на то, что если ты умный, где твои деньги, они же не ответственны за последствия своих поступков. Они могли ради честолюбия, честлавия, ради карьеры, ради денег создать вот этот вирус, не думая о том, какой вред принесут человечеству. То есть должны быть согласованные духовные и материальные ценности, чтобы у человека была ответственность за свои деяния. Ну, вот поэтому, пожалуйста, пишите там, что еще там, милосердие, потом у нас еще способность к сотрудничеству, созидательность, способность человека к идеалам, в отличие от животных. Животные не способны создавать идеалы, планы строить и так далее. Человек способен. Пишите, это же общечеловеческие ценности, они касаются всех. Я сейчас считаю, что как раз-таки переход к новому качеству жизни людей как раз-таки будет на основе востребованности вот этой науки человечности. Потому что наука всегда идет впереди, она бесстрастная. А все остальные основаны на вере. А это бесстрастная вещь, которая касается и иудеев, и мусульман, и христиан, и всех касается. Потому что, знаешь, Боря, ты мне говорил как-то о том, что у Моисея тоже любить ближнего, и у Христа тоже любить ближнего. Да, возлюбить ближнего как самого себя. Но ты же мне рассказывал, что ростовчичество отчет прошло. Потому что для Моисея было любить ближнего, имеется в виду своих, так сказать, а иноверцев получалось, да? Или как? Но потом по истории они попали в среду выживания, когда они были вынуждены выживать. И поэтому они были вынуждены заниматься ростовчичеством. Вот видите, как смешались идеологии с контекстом истории, реальной жизни. И получилось, что они занимались ростовчичеством. И поэтому получилось, что некоторые периоды истории евреев не любили, преследовали. Вот видите, как получается. На самом деле и там люби себе ближнего, и здесь люби ближнего. А Христос тогда сказал, люби ближнего, и его спасили. А кто для тебя ближнего? И он привел плечо со мной, дитянина, что оказывается, всех надо любить. Ну, независимо от веры. А вот увидишь, там они попали в ситуацию выживания и не могли так поступить. А не кажется ли вам, Хасай, вот вы тоже говорите, пишите в комментах какие-то общечеловеческие ценности. А не кажется ли вам, что как раз проблема-то в том и есть, что за этими словами общечеловеческими мы, представители разных культур, понимаем немножко разное, и из-за этого мы не можем договориться. Ну, например, что ты имеешь в виду, а что бы уточнишь? Ну, пожалуйста, вот эта же фраза. Возлюби ближнего, как самого себя. Да. Первый вопрос. Возлюби это как? Вот это и определяет. Как раз мы это... Подождите. Как раз вот это и нужно написать. Как вы думаете, что это? Ближний, ближний это кто? Кто, правильно, да. Да? Ну, Христа спросили, ближний это кто? Он привел плечо со мной, дитянина, что шел человек, его грабили, убили, шел, убили, там шел, его, так, бедного подняло, был другой человек, мыло, мыло, еще денег на дорогу. Да, и спрашивают, кто ближний? Он говорит, конечно, самолетяне. Ну, значит, и вы так любите всех, независимо от того, какой он религии. Да, да, ну, я как раз и говорю, что мы по-разному, эти слова по-разному отображаются. Так вот это же ты очень точно говоришь, Боря. Поэтому же ты мой друг. Что ты вот видишь как? Так, именно правильно, поэтому вы там как раз эти вопросы задавайте, и эти как раз таки, вот именно это, раскрытие нашего мироощущения, мировоззрения в направлении создания науки человечности. Вот как раз то, что Боря сейчас сказал. Что значит ближнее, что значит любить ближнее, а кто, а там еще сказано. Что значит быть человечным. Да, что значит быть человечным. Вот, пожалуйста, пишите, раскрывайте, да. А скажи еще какую-нибудь такую вещь. Какой-нибудь параметр человечности, скажи. Для меня параметр человечности? Ух ты ли. Ну, наверное, это, наверное, это, когда я иду против своих каких-то плохих желаний, которые я считаю плохими. Ну, например, плохое желание, может быть. Ну, такое, которое ты можешь сказать, допустим. Сделать другому больно. Ну, вот не вреди. Потому что он мне мешает. Да. Ведь это проще, чем договориться. Ну, это я сейчас так думаю. Это как здорово. Слушай, на этом же декларации, по-моему, построено. Вот это вот прав человека. Не вреди там. Они говорят, ты свободен. Слушайте, это один из основных принципов иудаизма. Возможно, не только иудаизма, но иудаизм. Кстати, по-моему, у Конфуция тоже самое читал. Но иудаизм это точно. Не делать другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Слушай, я же говорю, это всё есть общечеловеческие ценности. Вы просто должны на этом сконцентрироваться. Пожалуйста, для себя решите, какой параметр для вас лично является человечеством. И для меня, например, доброта. Доброта и всё переживание. Ну, а доброта, вы как понимаете? Вот уже определить надо. Поэтому определите, пожалуйста, что такое доброта. Вот в этой дискуссии определение понятий, когда мы все вместе участвуем. Сказал я, доброта. А вы так, а что такое доброта? Что вы думаете под этим? Да. Ну, вот женщинам легче в этом отношении. А они сразу скажут, это то, что трогает твое сердце. Как это душу трогает. Это хочется отдать, беречь, заботиться, милосердно. Да, вот это всё. Пожалуйста, пишите. Видите, как интересно, что каждый, когда будет какое-то для себя определять, что есть, то вот именно в определении этих понятий раскрывается, как цветок, вот это вот общечеловечество. Если мы вдруг увидим, что мы все одинаковые. Просто с разных сторон. И разные одновременно. И разные одновременно. Да, вот это очень интересно. Боря, давай еще одно качество какое-нибудь. Пожалуйста. А что там, Наташа? А время. А, время. Нельзя говорить уже? Да, уже мы заканчиваем. Будем человечными по отношению к вашим соседям. Да, будем человечными, да. Это очень важно. Быть свободным, это значит делать то, что я думаю, то, что я хочу, при этом не вредя себе и окружающим. Вот. Так, давайте. Спасибо, Наташа. Кузьмина нам помогала сейчас делать съемку. Напомню, писатель из Беларуси уже закончила почти книгу. Скоро выйдет, скоро мы отдадим ее в издательство. До встречи, друзья.